Что делать, если вы встретились с белым медведем один на один? Этот вопрос лег в основу семинара по предотвращению конфликтов с хозяином Артики. Он прошел в Креческом музее. По словам специалиста Всемирного фонда дикой природы, белые медведи в Ненецком округе агрессивнее своих собратьев с Чукотки и острова Врангеля. Животные опасные и в то же время краснокнижные, и защита от них нужна особенная. История о медведице на Тобойском месторождении облетела весь северо-запад. 19 ноября самка белого медведя заглянула на огонек к вахтовикам. Сначала непрошенного гостя, который то и дело заглядывал в вагончики, отпугивали техникой. Зверь уходил, но ненадолго. Тогда было принято решение отвезти медведицу на остров Долгий. На семинаре по предотвращению конфликтов с белым медведем этот случай взяли за основу. Мы хотели также совместно обсудить некоторые моменты, поделиться своим опытом по прошлогоднему обездвиживанию медведя и разработать, наверное, какой-то алгоритм действий с окружными властями по предотвращению конфликтных ситуаций в дальнейшем. Операция по спасению вахтовиков и медведя была практически спонтанной. В округе нет официальных документов и руководства по обращению с белыми медведями. Производить какие-либо действия со зверем запрещено без специального разрешения. Животное занесено в Красную книгу. А ведь медведи – частые гости в Амдрами на Колгуеве-месторождениях. Помочь найти общий язык со зверем приехали специалисты Всемирного фонда дикой природы. У них уже есть опыт работы с амурским тигром. На Дальнем Востоке создана межведомственная группа реагирования. Их задача будет иметь возможность и знание, опыт и умение для оперативного реагирования на возникающие конфликты в любом точке Ненецкого автономного округа, выезда туда и принятие адекватного решения. В группу реагирования войдут специалисты Всемирного фонда дикой природы, администрации округа, нефтяных компаний, Росприроднадзор, пограничные службы, МЧС и МВД. Им предстоит разработать алгоритм действий для тех, кто столкнулся с медведем, причём отдельно для населения и нефтепромысла. Если в посёлке можно использовать сигнальные ракеты на месторождении, эти средства отпугивания животных запрещены. Памятку планируют выпустить до начала зимнего сезона.